Друзья, всем привет! Меня зовут Катя и вы на канале сад с Катериной Говоровой. И сегодня у нас с вами будет не совсем обычное видео. Вот когда разговариваем с вами про сад и создаем его, мы же понимаем, что сад это не только растение. Это и какие-то архитектурные формы, это заборы, камни, фигурки, то есть это вот такое вот цельное что-то такое. Я создаю сад в таком, знаете, как полинезийском стиле, в таком восточном, с каким-то перекликанием, с такими японскими нотками. Ну, в общем, создаю его по своему внутреннему состоянию, по своему отклику. Второй год мы строим террасу, которая у нас вот получается, знаете, вот терраса и вот первая партерная часть сада, это вот на самом деле цельное, одно перетекающее плавно в другое, как взаимодействующее друг с другом. Интерьер, растения, все должно быть гармонично и перекликаться. Сегодня вместе с вами мы будем монтировать, мы покажем вам, как мы будем делать вот такой вот классный бамбуковый забор, друзья. Я расскажу, где заказала, сколько ждала, как он пришел, оставлю вам ссылки все. И еще мы будем закрывать забор из металлопрофиля рулоном тростникового забора. В общем, два года назад начали строить террасу, и я вам каждый раз обещаю, что мы вам ее покажем. Но так как она все еще не готова и не готова, и как-то вот такими кусочками получается, обязательно хочется все это потом показать, вам рассказать, потому что все делается из головы, своими руками, все придумывается. Сами себе ставим задачи, сами их усложняем. Друзья, вот сегодня будем с вами вместе ставить вот такой вот тростниковый заборчик, который мы заказали, я оставлю ссылки, называется интернет-магазин Бамбук Маркет. Заказала я, чтобы задекорировать чисто забор, и знаете, еще у нас на юге, друзья, такая вот проблема, вот когда железные заборы, они очень сильно раскаляются, они настолько нагреваются, и вот эта теплоотдача от них идет, растения в стрессе, мало того, что плюс 40 на солнце, так еще и вот это раскаленное железо. Так вот тростник, вот камыш, тростник, это же все натуральные материалы, он смягчает, он так сильно не греется, и он, получается, убирает нам вот этот теплоэффект, зимой он согревает, то есть мне очень нравится вот в таком стиле, вот этот у нас уже года три стоит, вот эта часть заборчика, я ее монтировала, наверное, еще на первых видео видно. И вот сейчас с вами посмотрим, как изменится визуально вот эта зона, здесь у нас вот терраса, то есть это все соединяется, и вот этот железный забор, это, конечно, очень страшно, очень некрасиво. И вот поставим сейчас этот рулончик, раскатаем, вот видите, смотрите, что происходит, друзья, вот видите, как вянет магнолия, это галисоненсис нано, которые вообще магнолии любят солнце, жару, но вот от того, что здесь железо, оно горячее, эти бедные растения вообще в ужасе, ну и глаз, конечно, не радуется. После того, как мы сделаем этот, начнем монтировать бамбук. Ну что, друзья, перевести дух и показать вам, как у нас получилось. Конечно, очень быстро, очень удобно, на кабельные стяжки, просто вот мы за 10 минут его вдвоем поставили, прикрепили, и сразу вот такой вот, конечно, красивый декоративный вид. Смотрите, как сразу красиво видны стали все наши растения, потому что бамбук это очень красивый фон, на самом деле, вот прям классный. Но это не бамбук, прошу прощения, уже от жары потек мозг, наверное, поплавился. Тростник, вот это тростниковый. Заказала, нашла интернет-магазин и заказала, попробовала, и вот, в принципе, все хорошо пришло мне. Кто хотел, есть, я так поняла, как для себя искала, вот в бамбук-маркете, есть многослойные. Но для того, чтобы закрыть, мне посоветовали взять однослойный, он дешевле, легче, быстрее. В общем, я довольна, мне очень нравится. Я взяла двухметровый, заказала рулончик, чтобы полностью закрыть вот весь этот железный, как-то неживой забор. Теперь вот так здорово получилось. Но теперь самое интересное еще впереди. Так как мы заказали еще шесть метров забора бамбукового. И, друзья, он пришел, разорвался, проволока разорвалась. Нам его вот так транспортная компания, вот, курьером привезли буквально поштучно. Дырки просверлены, кусочки проволочки тоненькой, конечно, для такого веса она тонковатая. У меня супруг любит все делать очень основательно, поэтому он тут же привез вот такую. Серьезную проволоку. И сейчас будет самое интересное, будем играть в конструктор, будем собирать его и устанавливать. Каждый раз показывала вот эту зону, у нас здесь рассложимовость. Я под конец говорю, не хочу ее, буду убирать, потому что очень много, ребят, от нее мусора. Классно цветет, очень классно пахнет, невероятно. Ну, мы для запаха оставили один куст подальше. А когда это все вот в этой зоне, она потом, она полувечно зеленая, она начинает листопадить. Вот этот низ весь обсыпается. И все здесь у меня на террасе, пока это было без террасы, нас это устраивало. А сейчас, когда вот идет процесс вот монтировки, строительства, и каждое утро я прихожу, все в этих листьях, после каждого ветра. Я решила с ней распрощаться. И вот здесь супруг сварил, сделали такой вот основательный каркас, потому что бамбук на самом деле тоже очень тяжелый. И вот на этот каркас сейчас вот здесь установили мы поликарбонат старый, потому что часто от соседей лезет трава, вот эта березка. И не хочу, чтобы весь этот мой бамбуковый забор постоянно приходилось вырывать эту траву, пырей этот муж, чтобы не лез пырей, сделал опалубку здесь, чтобы как-то сдержать рост травы чужой. И сейчас вот сюда будем монтировать бамбуковый забор. Ну, весь процесс монтировки забора, я считаю, нет смысла вам показывать. Мы его сейчас установим, соберем, и, конечно, покажем вам уже готовый результат, как это будет смотреться. Потому что, ну что, тут нанизываем на проволоку, крепим также к каркасу. Блин, пока вам рассказываю, друзья, ну как красиво получилось, стою отсюда, любуюсь. Как классно смотрится этот тростник новый, как мне мозолил глаза этот металлопрофиль. И теперь, конечно, вообще супер просто получилось. И главное, как быстро, это просто вообще 10 минут, мы дольше ждали. Кстати, мы очень долго ждали заказ, потому что бамбуковый забор, я так поняла, делался индивидуально по моим размерам. И мы ожидали около месяца, но ожидание того стоило. Поэтому, если будете заказывать, вот не пугайтесь. Мы тоже ждали, ждали и дождались. Вот результат теперь вот такие. Кстати, бамбук, конечно, пришел, смотрите, какой классный вообще диаметр, обалденный. Вот тут дырки такие для проволоки. Какая высота получилась. Конечно, красиво, конечно. Ну что, в бой хватит, надо делать быстренько. Делать и показывать людям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дождь утих Вот такой вот обалденный результат получился. Мне очень понравилось. Сразу приобрел сад такие восточные нотки. Красиво смотрится. Прямо конечно на фоне этого забора из бамбука смотрятся очень эффектно. Вот такая изюминка этой зоны у нас получилась. Такой вот красивый фрагмент. Вот такая архитектура сада. Какие-то такие моменты они создают вот это общее впечатление. И очень хорошо сейчас хочу показать вам как смотрится тростник. Вот в этой зоне сразу как-то более нарядно стало смотреться. Очень быстро, очень легко справится. Каждый, наверное, даже женщина сама сможет растянуть. Всем рекомендую, друзья, используйте такие варианты, чтобы закрыть какие-то не очень красивые заборы из металлопрофиля, чтобы создать ощущение более такого восточного сада. Кому интересно или будете себе вот допустим монтировать, мы заказали на сайте Бамбук Маркет. И тростник, и бамбук. Ссылки мы для вас прикрепим в описании, чтобы было вам удобно. Вот такой замечательный получился уголочек в саду. А сейчас предлагаю прогуляться по саду и сделать небольшую обзорную экскурсию, потому что сад наполнен вот после дождя такими яркими красками. И нужно обязательно поймать этот момент. Красиво смотрится на фоне вот бамбукового забора наша магнолия Little Gem. Она будет свистеть, выгнала еще бутоны. Очень скоро откроется. Здесь у нее в компаньонках лилейник. Такое все сейчас яркое после дождя. Цветет вовсю клематис принцесса Диана. Розовыми колокольчиками у Вита вся пергола. Дождь опять начинается. Красиво, конечно. Перекликается он по цвету с цветущей розовой жимолостью. Тоже, конечно, смотрится. Канна будет свистеть. Канны в горшках посадила с намешиванием хорошего, богатого грунта и осмокотой. Они вот так рванули просто в рост. В саду, конечно, сейчас цветут лилейники. Приобрела много новых сортов. Хочу рассадить по саду. Очень люблю эти растения. Хочу вам еще показать. Вообще много разных оттенков лилейники. Просто балуют нас палитрами красок. Обращаю ваше внимание на калы, которые не просто перезимовали в этом году. Вот смотрите, это, видите, с розовым такая кала. Они цвести будут. В прошлом году белая не цвела, а в этом году, смотрите, расцвела. Вообще очень смотрятся листья ее экзотично. Вот даже лилейник на фоне вот этой вот массива такой красивой листвы просто супер. Очень красиво. Под дождем вообще настолько сочные краски. Клен широсаванум. Он продолжает расти, друзья. Я думала, он как-то подостановится. Но у него фазы роста еще идут веточки. Вот объем этого прироста этого года. Вот они прямо продолжаются. Классный. Вот он у меня сейчас прямо даже, несмотря на то, что у нас такая была неимоверная, просто нечеловеческая жара, я так боялась. Сейчас думаю, терможок получит, обгорит. Но смотрится все очень даже эффектно. Лист прекрасен. Очень красивая магония вулкана. Вот подсаженная в эту зону. Здесь у нас афеопагон черный. И очень красиво приросты смотрятся на криптомерии японской глобоза нано. Прямо как висюльки такие, висят прямо обалденно. Кстати, в такую погоду очень ярко смотрятся камни. Они всегда показывают нам все свои секреты расцветок. Молодой прирост на магонии винт софт карос. Очень красивые. Вот они такие тоненькие ажурные листочки. И, конечно, вот так экзотично смотрится молодой прирост на дафнофилуме. Это волчелистник. Это вторая фаза роста его пошла. Смотрится очень красиво, очень эффектно. Вот прямо такой очень тропический вид у этого растения. Хочу еще вам показать в этой зоне папоротники. Нарастают молодые приросты. Циртомиум. Рядом молодой листик. Приобрел такие разрезы красивые на кайме. Сейчас я более подробно покажу его. Вот он. У меня два циртомиума. Они разных сортов. Немножечко отличаются друг от друга. Но в этом году, вот я за ними наблюдаю, очень эффектно смотрятся. Здесь еще листовик. И вот здесь же циртомиум форчина. Сейчас в дождь вообще он какой-то просто фантастический. Листья смотрятся очень оригинально. И на обратной стороне у него вот такие споры. Продолжает криптомерия крестата коралла свои закручивать. Подрастает. И прямо огромные темпы роста у фатсии японской. Растет и растет и растет уже вот такой ствол большой. Вот в эту зону сюда хочу добавить тоже лилейник. Уже поставила горшочек, примеряю. Мне кажется, вот не хватает какого-то цветения хочется сюда добавить. Когда что-то в саду сделаешь, и вот вдохновляешься вот этим новым эффектом, вот этим видом, и прямо сразу в эту зону хочется там творить и творить. Попробуем сейчас пройтись по саду и показать вам цветы. Кстати, клен Маньона Сато в принципе не горит. Вот за малым. Он стоит на полном солнце, он часов до четырех. А потом солнышко поворачивается. Ну, великолепно держит солнце, даже не ожидала. Завязываются в этом году лимончики, держат их. Лимон Мейера и вот два лимончика. Уже начали зреть ягодки на жимолости. Мы их не едим. Они несъедобны, но очень декоративно смотрятся. После цветения, сейчас я вам покажу, вот такая лианка. Вот такой тоже красивый эффект. Сначала цветок, потом ягодка. Классно смотрится. Ой, вот их тут уже прямо много. Хорошо завязывает. Начали цвести в саду гортензии. Расцветают это сильвердоллар. Ну, по крайней мере, покупала как сильвердоллар. Цветут лиатрис. Лиатрис колосковая цветет. Продолжают цвести хризантемы. Здесь цветет талия. Очень такой интересный у нее цветонос. Водное растение. Видите, вот так прикольно цветет. И расцвела лагерстремия, индийская сирень. Очень красивый. Это карликовый сорт. Буквально вчера она начала раскрываться. Это ранняя. А вторая у нас более поздняя. Еще даже не сформировала она бутоны. Она будет цвести, наверное, где-то в августе. И долго они очень цветут. С этой стороны тоже. Вот такая у нас сегодня дождливая прогулка. Но вы часто спрашивали, что можно ли посмотреть на сад под дождем. А смотрите, как красиво смотрится под дождем скумпия. Она вся просто покрыта каплями. После такой невероятной жары, которая у нас стояла, этот дождь нам просто в такую радость, да, дружок? Здесь цветет во все Эхинацея. Я всегда говорю, по-моему, батерфляй. Но цветет. Юбка, друзья, тоже наросла хорошо. Видите, карликовая юбка. И я к ней на контраст подсадила афиопагон черный и мискантус дибринус карликовый. Получился такой вот прикольный микромир, как я это называю. Здесь, в этой зоне, цветут во все лилейники. Так красиво. Они прямо такие массивные, такие толстенькие. Бутонов еще много. Элиагнус такой яркий. Бесподобный вот кустарник. Вообще невероятная у него варигатность. Посмотрите, какие красивые листья. Просто как будто разрисованные кистью. Переходы от желтого цвета к светло-зеленому, к салатовому. Просто как будто кто-то нарисовал вот такой красивый лист. Собачки со мной мокнут. Жучка не любит крайне такую погоду. Это прямо перелазит, моя девочка. Смотрите, начали цвести сирийские гибискусы. Я сюда посадила, чтобы эта зона у нас такая была цветущая, наполненная цветами. Очень красиво. Конечно, в таких каплях все. Мы с тобой, жучка, сейчас будем как мокрые кошки. И вот я только сейчас увидела, что у меня внутри вот этого куста расцвели уже болотные гибискусы. Вон они, огромные такие плафоны. Я не знаю, этот гибискус каждый год меня удивляет. Расцветает раньше всех где-то внутри куста. Вот такие сумасшедшие первые цветы. Размер с мою руку. Здесь тоже цветут лилийники. Цветет олеандр. И сейчас покажу вам самое экзотическое растение нашего сада. Бурьян березка. Который тут в такт решил отозваться. И тоже подсвести нам на радость. Вообще красота. И еще у нас расцвела линкаранская акация летний шоколад. Но она сейчас, друзья, такая же мокрая, как и я. И поэтому насладиться ее цветением, я думаю, у нас сегодня не получится. Слишком дождливо. Вот практически уже вот-вот расцветет морщинистолистная калина. Очень смотрится по-тропическому, очень экзотично. Вот этот переход, да, зеленых таких цветов в сочетании с коричневым. Прямо, конечно, стильно. Большущие бутоны на болотных гибискусах. И с вот этой стороны давай, Вань, покажем. Ну, невозможно красиво смотрится вся зона. Вот можешь вот так захватить, показать ракурс цветы гибискуса, лилейника. Все как-то вторит друг к другу. Сейчас скоро еще белый расцветет у нас гибискус. И будет вообще здорово и очень красиво. Здесь брахия армата. Все в ветках, в палках от ивы, в траве, потому что занимались стройками, установками. И тут же сорняк возрадовался и весь подрос. Здесь тоже цветут у нас эхинацеи. Начинает цвести борщевика листный клематис. Вот такой малышок. Такие ветки огромные валяются. Хоста пригорела. Цвет листа уже такой обожженный у нее. И здесь клен у нас орнатум. Клен, кстати, прекрасно держит вот нашу температуру. Я не нарадуюсь на этот сорт. Прямо симпатично смотрится. Здесь у нас питоспорум Тобера. Вот он такой огромный большой кустик. Наши кактусы нарастают. Здесь начала цвести гайлардия. Вот такие лопушки. Цветочки. Надо показать нам кедр наш красивый. Вы у меня спрашивали на канале, куда пропал кедр. Давно его не было. Вот он, гималайский красавчик. Он в этом году, видите, начал как пушиться. Вот я его чуть-чуть попристригла, чтобы он начал вот это боковое давать ветвление. И так прикольно. У него сразу, смотрите, такие лапки-лапки-лапки стали образовываться. Поэтому кедры тоже можно пристригать. Они неплохо реагируют. Здесь варигатный кориаптерис. Очень окрасился прямо ярко. Листик у него с белой каймой. Подсадила ему на контраст красный. Ой, как же ты на колиус. И вот так вот выглядит сейчас наш каликант. Хартлетшвайн. Вот чуть-чуть пригорели листья. Вот они. Но в целом вид здоровый делала обработки ему по освещенности. Но он растет практически до пяти часов. Он где-то на полном солнце. Потом, когда солнышко разворачивается, вот тень от ивы его немножечко прикрывает. Хочу вам показать еще гортензии в саду. Расцветающие. И вот в этом году ко мне приезжала наша подписчица Наташа Орловой. Подарила мне куст гортензии Бубо. Вот она у меня так расцвела. Такие микроцветочки классные. И хочу вам еще показать, друзья, как расцвел кампсис. Вот такие. Я не знаю, что это за сорт, но это точно сортовой. У него огромные цветы. Вот на ладошку положу. Видите, какие большие. Красивые. И даже цвет у него какой-то ближе к розоватому. Оранжевый в розовый уходящий. Очень красиво. Он в этом году первый раз зацвел. Я ждала очень его цветения. Он меня прямо порадовал. В отличие от обычных, он прямо в два раза больше. В эту зону показывала вам в прошлый раз, подсаживала болотный гибиску с черным листом. Вот он выгоняет бутоны. Поэтому мы узнаем в этом году, каким он будет цветом. Но лист очень эффектно выглядит. Здесь у нас цветет лилейник красивый. Такой персиковый оттенок. Развалились уже от дождя ромашки. Мне подсказали сорт вот этой вот лохматой ромашечки. Что он называется? Крэйзи Дэйзи. Соответствует названию. Начал цвести пенисет. Он только увидел. А вот полезно прогулки по саду совершать. Так и не видела сама, что он цветет. Смотрите, какие уже свечи на сумахе. Они стали такие плотные, как шишки такие интересные. Здесь еще расцвел тысячелистник. Все от дождя поникло. И так и прогулялись с вами к самой реке. Здесь у нас продолжают нарастать гибискус кислый махагон. Хороший куст. Здесь будут ему вторить болотные гибискусы. Здесь два сорта. Они должны тоже цвести в этом году. Связала и получились такие красивые большие колонны из мискантуса зибринос. Это высокий сорт, большой. И вот начала подрастать у нас лаказия. Смотрите, какая красавица. Вот так вот держит водичку. Она любит воду. Я думаю, в этой зоне она должна раскрыться большим шикарным кустом. Здорово. И немножечко начала подгорать голд раш мета секвойя. Но это для нее норма. И у многих я спрашивала, у кого растут эти сорта. Да, вот растет, но получает термо вот этот ожог. И немножечко подгорает листик. Но в целом красивый. И цвет красивый. Это не портит это прекрасное растение. Обожаю эту мета секвойю, красавицу. Вот такая вот, друзья, получилась у нас с вами дождливая прогулка. Получилось у нас такое продуктивное видео. Мы и поработали, и полюбовались с вами, и отдохнули. Вчера была такая палящая жара нереальная. А сегодня уже у нас так холодно, я бы сказала, прохладно, дождливо. Поэтому всем большое спасибо за просмотр. Всем мира, добра, любви, счастья, гармонии. И до встречи в саду, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok